Я считаю, что Яклобу нужно возвратить место отдыха, которое было в 50-х годах, в 60-х. Когда здесь тысячи людей отдыхали, никто не считал, что здесь грязная вода или что здесь неподходящее место. Мое детство прошло в Яклобе, мы здесь купались, все было прекрасно. А теперь развели теорию, придумали, что нужно ехать в Коблях или в Рыбаковку и там отдыхать. Ну это смешно. Просто времени на это нет, даже если у людей возбуждено. Надо стрелку Яклоб сделать местами отдыха. И здесь сделать концертный зал. Там же был этот концертный зал, да? Был на нижней танцплощадке, я играл много лет. Тысяча людей приходила, молодежь. Потом мы эту танцплощадку сожгли. Там ракушка была, да такая? Ракушка была, там даже стояла фортепиано. Закрыта. И мы перед игрой на танцах вытатывали фортепиано. И потом на другой анзабле играли, все было прекрасно. Место было. Там как сцена была? Вернее, сцена. Я люблю этот город. Там стулья были или просто танцы? Там как устраивали? Когда концерты были? Там были скамейки. Когда танцы, их по периметру ставили. Это настолько была популярна нижняя танцплощадка. На ней набивалось, наверное, не меньше тысячи человек. На верхнюю танцплощадку, на элитную, на элитную сеть. Человек 100 приходило, не больше, ну 150. А у нас на той площадке до тысячи, как сельди в бочке. Очень дешевые были билеты тогда, 15 копеек. Здесь были дорогие, 30 копеек. Сюда ходила элитная публика, а туда молодежь вся ходила. Прекрасное место было, и клуб, и стрелка. И так должно быть. Всякую теорию о том, что здесь грязная вода, нужно прекратить. Потому что здесь, это как Николаев. Зарабатывать здесь деньги могли бы все, весь Николаев на воду. А нам рассказывали, что надо ехать в публику. А до какого года это было, площадка эта? Ну, я там играл в последний раз в 1966 году. Но после этого еще лет 5 она была. То есть, я думаю, до начала 70-х годов. А сожгли ее вообще-то в перестроечное уже время. Перестроечное. А танцы были, я думаю, до середины 70-х годов. А назовите фамилии, помните фамилии, кто там играл? Ну, а как же, в ансамбле, в котором я играл, были все музыканты, которые сейчас известные люди. Они все учились в музыкальном училище. Им было по 17 лет. А я был самый старший, мне было 23 года. Видеорис, он сейчас главный дирижер мусстром театра. Играл на трубе у нас. Леня Безовская, таксофон, альт, кларнет. Патрашкин Валя. Патрашка Валя. Сын знаменитого музыканта Николаевского. Потом он тоже, они все закончили консераторию потом. Потому что они пошли по линии музыки. Я, как кораблистрейдинг занимал. Граюкин играл на контрабасе, на барабане. Бордовский Витя играл на контрабасе. Потом он стал... Бордовский? Да, он потом стал... Налоговый лампинг. Он играл в Ленинской райком. Потом пересрочно уже... Он на контрабасе? Барабасе, да? Нет, он на контрабасе. А, на контрабасе. У нас все известные люди играли. Азеев играл. Потом был сам... Витя, Бедянин. Бедянин, у меня звали, фамилия была. Он в обл. администрации был начальником отдела в течение 15 лет. То есть, я могу всех людей вспомнить. Поминайте, поминайте. Не все Краюкин, он начальником отдела на океане. Все электроникой океана занимался. То есть, все люди, которые играли на данной площадке, они стали известными людьми, много жили в жизни. А Витя играл в Белаком? Да, он сыграл. Играл? Да, как. А он, это мой товарищ. Я его знаю, это уже 100 лет. Он у нас был вдохновителем. Он играл на верхней. Он на верхней играл, да? Он туда приходил, простоял. А Вану тоже на верхней играл, да? Вану тоже играл на верхней. Вану играл. Вы знаете, где Вану сейчас живет? Знаете, про него что-нибудь? Ну, у меня здесь товарищ стоит, который тоже играл. Вот, да, придет. Он говорил с Ваной, сказал, вроде Вану придет сегодня. Он мой сосед, он мой сосед. Он живет рядом со мной на второй набережной. Ну, вот он обещал, вроде, сегодня придет. Это мне сказал Горский. Горский ударник. Он очень хороший ударник. Вот он стоит. А как вы думаете, реально будет восстановить эту площадку? Ну, а чего нереально? Я думаю, что реально. Молодежь подтянется, молодежь будет сходить сюда, просто танцует. Надо сделать яглов местным отдыхом, как это будет всегда. И надо прежде всего начать с того, чтобы прекратить разговор, что здесь грязная вода. Это же толкнуло людей. Все начали говорить, мы здесь купались. Нет, вот тут реально грязная вода. Ну, как грязная? А где она чистая? Она не грязная. Она не грязнее, чем она была раньше. Сейчас я отхожу гораздо больше охота. А вообще так да. Она не нужна быть. Она не должна быть. И вот это все было усеяно людьми. А пиво сколько тут продавали? Это столько же? Больше? Пиво продавали. Но я не думаю, что оно играло какую-то особую здесь роль. Она продавали. Но это не давлело на нацеление. А что здесь было еще? Вот вспомните. Я вот допустим... У всех спортивных соревнований. Вот здесь на площадке по баскетболу. Так и был баскетбол. В чем сильнейший? Я помню, как Золотухин. Ты же его знаешь? Золотухин. Ну, конечно. Он был капитаном сборной. Ну, так сегодня уже... По баскетболу. Я всегда восхищался. И по сей день ему напоминаю о том, как сборовать. Это место, место надо восстановить безусловно. Место водов. Иначе с того, что здесь можно купать. С чего надо начать? Надо допустить людей до воды. Могли люди купаться, да, здесь? Ну, конечно. И должны купаться. Вот прекрасная песня какая. Я так ее люблю. Будут должны когда ее чистить? Я даже не знаю. Да не надо ее чистить. Это Женины уже ученики поют. Это уже не... Это песня. Я вообще восхищен тем, что делает Долгов. Это без всякого... И мне того, что я его хочу. Я сам музыкант. И понимаю, насколько здорово все делается, что он делает. В музыкальном отношении. Однозначно, да. Он уже тебе имя свое увлековечил. То, что этот фестиваль основал. Да не только фестиваль, конечно, это важно. Но вот эти аранжировки, которые есть, это высший глаз. Высший голова. Есть, принимается. Нужно начать, как бы, чтобы люди начали купаться здесь, да? Я считаю, что надо купаться. Ничего значит грязная. Чего она там грязная? Нормальная вода. Всю жизнь купались. Мы здесь выросли. Тысячи людей. Не было ни ковлива, ничего. Потом начали всего теория, что здесь вода грязная. Она грязная, только в августе цветет, в июле. Вот сейчас свет отошел, она чистая вода. Ну, принимается. Что дальше еще нужно сделать? Что еще делать? Вот побольше таких вот общественных мероприятий, чтобы люди привыкли сюда по вечерам. Ходить, приходить. Этот фестиваль раз в год. А можно чаще проводить. Ну, площадка здесь должна работать. Должна работать площадкой с живыми музыкантами. Если там на нижней площадке сделают, где была раньше нижняя. Потом там она закрылась. Там было место стоянки ягод. Очень долго. А потом ее сожгли. Я не знаю, как ее... У меня в книге, кстати, об этом написано, нижняя площадка. Очень хорошо. В книге город Святого Николаева и Ивановка. Целая глава есть. Последняя ваша книга. Да. Я писал, как мы все играли. Я буду... Весь тот состав, что я назвал. Я об этих ребятах написал. Я стану, я буду инициировать наше движение «Родители против наркотиков». Будем инициировать возвращение площадки в яхт-клуб. Для того, чтобы мы здесь могли... Как вы нас? Поддержите вы нас? Конечно. Вот смотри, полно народу. Никого шпионного нет. Ну, может, два-три человека. То есть людям это нормальное состояние. Если выйдешь, то уже ничего не услышишь. Ну, музыка хорошая. Классная музыка. Приятно слушать. Что дальше делать? Восстановим, восстановим. Я разговаривал по этому поводу с Владимиром Дмитриевичем. Он сказал, Юра, я один это решение принимать не буду. Если громада скажет, я за, говорит. Ну, мой, говорит, один голос во всем. Ну, вот это вот такие вот, как сегодняшний день в фестивале, это вообще-то колоссальное подспорье. Ну, это, в общем, громада сказала, да, здесь должно быть. Должно быть. Просто, просто... Я вас пел, Алекс Соколов.